Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Летучего Алины и сегодня я наконец-таки поделюсь с вами своим топ 10 самых крутых кистей с Алиэкспресс. Это просто невероятная бомба! Мне пришлось купить такое количество кисточек, чтобы найти тот самый топ 10, ту выжимку, которая подошла бы каждому, но она того стоила. Я надеюсь, что не зря я откладывала так долго это видео, не зря у меня во всех последних заказах было по 30-40 кистей. То есть вы представляете, в каких объемах приходилось заказывать, чтобы найти вот настолько прекрасные, крутые кисти, которые я готова вам сегодня рекомендовать. Итак, кисточка номер один, которая заслуживает вашего внимания, потому что именно с нее я поняла, что есть смысл пробовать заказывать кисти с Алиэкспресс, потому что иногда за пару долларов находишь там невероятно крутую кисточку, у нее не ползет в ворс. Она в целом, несмотря на то, что я ее уже мыла 550 раз, не потеряла свою форму, не распушилась и выполняет свою функцию на ура, поэтому когда у меня нет других кистей под рукой, я могу ей выполнить практически все, что угодно. Могу нанести и хайлайтер, могу нанести и румяна, могу нанести и скульптор, это, кстати, очень удобнее ей делать, и даже растушевывать тени на верхнем веке, когда я хочу именно в дымку их растушевать, потому что она довольно большая. Внимание, эта кисточка стоит 91 рубль, если переводить на наши деньги, то есть вы можете закупить сразу 2-3 кисти и использовать их так, как вы хотите. Кисть номер 2, это кисть, которую я обычно делаю скульптурирование, то есть так как я не хочу пачкать сразу в трех продуктах одну и ту же кисточку, у меня каждая кисть служит для своих целей, чтобы не мыть их прям каждый день, не всегда получается, сами, наверное, меня понимаете. Кисть, которая также сохранила свою форму, она практически не распушилась, она не теряет свой ворс и отлично моется, она не жесткая и при этом хорошо набитая, то есть она очень хорошо передает и очень хорошо растушевывает продукт. Наношу ее вот либо приутаптывающими такими движениями, затем растушевываю, и увидела я этот трюк у Андрея Шелкова, то есть обычно мы все как бы сразу начинаем вот так наносить, а он показал, что для более деликатного нанесения достаточно вот так вот немножко сначала приложить, нарисовать какую-то аккуратную тень и линию, а затем уже растушевать, получается даже более аккуратная линия, так что всем советую использовать такой лайфхак. Эта кисть обойдется около 400 рублей, но поверьте мне, найти такого качества кисти у нас довольно проблематично, то есть любая кисть там в маке будет стоить от, наверное, 3000 рублей, и раньше из-за того, что я не особо хорошо обладала вообще техникой нанесения макияжа, естественно, я пыталась максимально облегчить себе задачу, и сначала, чтобы понять, какие кисти должны были по качеству, скупала их именно в люксе, в маке, в профессиональных всяких марках, теперь же могу себе позволить заменить, потому что понимаю, что такое хорошая растушевка, что такое нет, и если вдруг кисти плохие, там, бюджетные не справляются, я иду и достаю люксовую кисточку на замену, например, я не нашла хорошей кисти для бровей, к сожалению, для меня важно, чтобы ворс ее был довольно-таки жестким, и если вдруг у вас есть на примете хорошая кисть для бровей с Алиэкспресс, то вы увидите скоро и вторую часть подобного плана, пожалуйста, посоветуйте мне тогда ее внизу. Кисть номер 3, которую я хотела бы вам показать, показываю их, наверное, по своему приоритету, те кисточки, которые я люблю использовать чаще всего, которые мне очень нравятся, и кисть называется Пикассо в номере 207А, она невероятно удобная, во-первых, я очень люблю тонкие ручки, тонкие приборы, да, столовые, тонкие кисти, потому что мне намного удобнее и точечнее могу нанести тот макияж, который я хочу. Эта кисточка стоит всего лишь 260 рублей, и она отлично выполняет функцию растушевки, нанесения теней на верхнее веко, при этом она делает это, как я сказала, очень точечно, из-за того, что это белочка, все остальные кисточки сегодня, которые я буду показывать, это козочка и синтетика, а это белка, она вообще не пушится, она очень узенькая, маленькая, и именно поэтому она не будет растушевывать тени прям на все веко, иногда, особенно если веко нависшее, как у меня, то есть его не полностью видно, и, соответственно, если я залезу и нарисую себе вот тени вот здесь, это будет смотреться слишком вульгарно, то есть я слишком себе огромные глаза сделаю, иногда мне хочется растушевку пустить вот только аккуратно по складочке века, именно эта кисточка идеально справляется с этой функцией. Следующая кисть, стоит она 132 рубля, марка здесь, по крайней мере, написана Бейли, я не знаю, может быть, это какая-то даже поделка, но суть не в этом, суть в том, что здесь тоже использован ворс козочки, кисть нормально набита, она уже чуть больше топорщится в разные стороны, чем другие кисти, но, тем не менее, это не мешает ей хорошо работать, то есть она нормально, отлично даже, я бы сказала, растушевывает, она хорошо переносит оттенок на веко, и, соответственно, я вам могу ее рекомендовать. Я вообще считаю, что растушевочных кисточек должно быть много, потому что, когда мы наносим тени и хотим сделать красивый рисунок, в идеале нам нужно сразу две кисточки, например, одной мы наносим темно-коричневый оттенок, мы его уже растушевали, но кисть грязная, и, соответственно, в конце, в идеале, для того, чтобы закончить красивую растушевку, нам нужна еще одна кисточка, поэтому я показываю вам тот набор, которым я могу пользоваться на ежедневной основе, и поэтому хочу вам показать еще одну кисть, она уже безымянная, стоит она у нас 280 рублей, она чуть более мягкая, чуть менее топорщится, чем предыдущая кисточка, и, соответственно, вы сможете вот этой чуть более плотной жесткой кистью нанести, хорошо перенести оттенок, это уже растушевать и получить максимально мягкий, красивый макияж. Если вы используете тени для век, есть еще одна кисточка, которая вам обязательно пригодится и обязательно нужна, это кисть Пикассо номер 239, кисть плоская, кисть лопатка, по-моему, ее называют, она создана для того, чтобы переносить плотные темные оттенки, например, в уголок глаза, здесь мы нанесли какой-то светлый оттенок или перламутровый, как у меня сегодня оранжевый, а сюда, например, я нанесла фиолетовый или фиолетово-коричневый оттенок и аккуратно прорисовала вот такую дугу, затем все это затушевала, то есть эта кисть нужна обязательно. Когда вы учитесь краситься или становитесь визажистом, обязательный набор кистей должен включать в себя растушевочную кисть, понятно, кисть вот такую плоскую, и несмотря на то, что вам кажется, может быть, что вы обойдетесь одной кистью, это немножко не так, потому что макияж получится совершенно другим с таким набором. Эта кисть стоит у нас 324 рубля, она обалденного качества, то есть вот эти две кисточки, они, по-моему, как раз оба от этого бренда Пикассо, они 100% могут заменить вам кисти люксового класса. Кисть номер 7, несмотря на то, что логичнее было с нее начинать, она встает на дальний план, потому что, наверное, кисточки люксового плана у меня есть чуть более крутого качества. Но если выбирать из всех кистей, там, 150, вот таких вот для пудры, которые я заказала с Алиэкспресс, она оказалась самой лучшей. Марка называется MCQ Professional. Стоит она у нас 324 рубля, и, собственно, она используется для того, чтобы нанести рассыпчатую пудру или компактную пудру на лицо для того, чтобы там убрать блеск. Кстати, надо бы это сделать. Поехали дальше. Нужно учитывать, что кисть довольно крупная, то есть особо больше ничего вы ей нанести не сможете. Может быть, растушевать румяна ей также можно. Здесь ворс козочка, он тоже довольно мягкий. Как вы видите, она не сильно пушится, ворс не сильно облавается. Хорошо набитая кисть. Она твердая такую четверку с плюсом, поэтому могу вам ее рекомендовать. Кстати, я назвала сейчас сумму 324 рубля сразу за две кисти. И в целом в комплекте идет кисть не то, чтобы плохая. Она служит для нанесения румяна обычная и скульптурирования лица. Но у меня подобного плана все-таки есть кисть лучше. Смотрите форму этой кисти и набивку. И вот эта. Это будет более плотная. Она меньше облавывается, меньше из нее ворс вылазит. И она лучше тушует макияж. Соответственно, это кисть Бейли. 127 номер и стоимость ее 214 рублей. Прекрасно справляется со своей задачей. В целом она идентична кисти от марки ZOIVA, которые я использовала раньше и очень любила. Но сейчас я просто заменила все кисти китайскими для того, чтобы полностью погрузиться в этот мир и не делать поблажек другим кистям. Кисть номер 9. Это кисточка из категории, которой у нас сегодня еще не было. Ей можно отлично подправлять макияж с помощью консилера, с помощью светлого оттенка тени, если вы хотите стрелочку вытянуть. Аккуратно обвести контур куб, потому что она очень плотно набита. Она практически как резиновая. И это в данном случае комплимент, потому что плотные кисти должны быть плотными. Я пробовала такие кисти в люксе, в профессиональной косметике, и она 100% ни разу не уступает ни одной из них. Насколько я понимаю, что они априори должны быть синтетическими. И то, что вы можете ожидать от этой кисти, вы получаете тоже в полном объеме. Тут есть маленький нюанс. К сожалению, я не могу назвать отдельную сумму этой кисточки, потому что она шла в наборе в огромном. Там идет в комплекте аж 12 кистей. И они практически все хорошие. То есть под 10 номером я тоже буду показывать кисточки из этого набора. Марка называется Явай. И если брать какие-то копеечные наборы с Алиэкспресс, как этот, то он самый крутой и самый, как мне кажется, качественный из того, что может предложить нам китайский рынок по адекватной стоимости. Поэтому по 10 номерам я тоже показываю две кисти, которые шли в этом же комплекте. Они достаточно мягкие. Они хорошо тушуют тени. Они делают, в принципе, практически все то, что делают кисточки под третьим и четвертым номером, которые я показывала. Но они более мелкие. Соответственно, наносить будет продукт более точечно. Растушевочных кистей много не бывает. Особенно, если вы планируете делать яркие разные макияжи, чтобы не мыть их каждый день. И внимание, почему я решила внести целых три кисти из этого набора сюда. Потому что весь комплект будет стоить 500 рублей. Берите горячий пирожок. Ссылочки я обязательно все оставлю внизу под видео. Я очень сильно старалась. Я полтора года собирала эти кисти, чтобы показать вам действительно хороший базовый комплект кистей. Если вдруг вам есть что порекомендовать из кистей для пудры, из кистей для бровей и каких-то категорий, которые сегодня отсутствовали, то, пожалуйста, пишите внизу. Я буду безумно рада вашим советам. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Скоро пронируется видео о крутой бюджетной косметике. Не пропустите его. Всех целую. Обнимаю. Пока-пока. 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 Пока-пока.